здравствуйте очередной выпуск подкаста на думской диванные аналитики и сегодня наш опять диванный аналитик пётр обухов депутата детского горсовета иногда ему свои пять копеек бы доставлять я выпускаю же редактор николай ковенко наверное вы как внимательные зрители заметили что у нас петром последнее время вот часто сидим на этом месте но в этом нет никакого заговора или хитрого плана просто на самом деле я опять придумал что нам с ним можно обсудить хоть мы с ним виделись не так давно и в первую очередь хочу спросить про твое чипирование потому что петр стал одним из первых вообще в самый там чуть ли не первый в ты и второй день когда началось вакцинирование тех кто получил вакцину тут никакой коррупции нет и там без очереди он не влез сейчас он расскажет вообще как это произошло в общем давай но по большому счету я влез без очереди наши доблестные минздрав издал указ о том чтобы сейчас первая волна они прививают врачей и они издали указ что для популяризации вакцинирования можно заполнить формочку и вакцинировать общественных деятелей как бы вне очереди и вот они каждый день ходят по разным больницам вначале весь персонал кто согласен а потом там в три-четыре дня они обзванивают всех кто записался на эту формочку и зовут людей там были тоже например андрей хаецкий поэт или допустим алексей черный был с нами в очереди ну и алексей гончаренко тоже вакцинировался процедура очень простая укольчик девочек я его даже не почувствовал вот как говорят укусил комарик вот это редкий случай когда это оказалось правдой на следующий день плечо болело одно еще два дня болело и все но я знаю что некоторых людей там колбасит потом так нормально с температурой по 39 и всеми такими осуждениями колбасит от меня мне повезло но до температура с нам жаловались на температуру нас предупреждали что такое может быть и выпить парацетамол и все пройдет но есть я так подумал что лучше один день посидеть с температурой от вакцины чем по-настоящему заболеть коронавирусом и выпасть минимум на две недели из жизни уже не говоря про то что могут быть какие-то осложнения ну или там даже смерть скажи ну это шутки на на предполагаю два укола и второе нужно сделать какой-то определенный промежуток времени то есть второе вам получает уже гарантирован да чтобы все закрылось я надеюсь что да если бы я это организовывал то конечно где база данных но все вносится в базу данных то есть вас не предупредили что там окей через две недели мы вас ждем делена есть наши контакты нас вызовут и только после второго укола нам будут выдавать какие-то документы о том чтобы вакцины документы уже действительно есть там есть эта форма да я не знаю но никого никто еще не прошел четыре недели ни у кого нет двух доз поэтому я думаю они по ходу это все с колес и сочиняют на самом деле вчера вечером в районе вот пяти вечера мне позвонили тоже сказали что надо подъехать в интерсану сделать вакцину там под последние вакцину осталась доза но я просто не смог ну что я был занят по работе там в другом конце города и там еще нужен паспорт и код у меня не было ни паспорта никода но я очень извинился и попросил чтобы может меня не удаляли из этой базы я еще как бы живу в каменном веке и не дошел до этих высот украинской цифровизации вот но я очень просил может быть как-нибудь может через недельку еще до меня мой именной чип доберется ну просто хочу еще дальше спросить ты вот постоянно мы сообщаемся о темпах роста коронавируса ты это как-то считаешь смотришь всякие статистики что ты скажешь вот в очередной третьей волне как и называют почему по твоему мнению ну понятно что ты там не врач и эпидемиолог ну просто как разумный человек который и которому не чужда математика почему опять у нас вот такой всплеск с чем он связан и что напускаю что это может быть связано с распространением британского штамма который известен тем что он более заразный то он больше людей раз вот это именно диванная аналитика сейчас началась вот в своем прекрасном самом чистом выражении я не вижу никаких других причин ничего больше не поменялось то есть мы все также запили болт на маски на вот я сегодня ехал троллейбусе специально посмотрел половина людей было без масок на какое-то социальное дистанцирование и я думаю что сегодня 13 тысяч практически заболевших очевидно что если все пойдет дальше так а скорее всего так дальше и пойдет больница уже почти переполнена это правда дима но логично если введут очередной локдаун ну то есть я так понимаю но вот и я так вижу в этом какой-то такой медиану да то есть верхний сверхний из потому что вот когда был посыл новогодний локдаун все ему очень возмущались и смеялись типа там как очередной кота фейл зеленского типа зачем ха 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 но на самом деле очень резкое потом было падение не знаю может каким-то чудом наши люди все-таки осознали что я не знаю вообще как это все сработало но это сработало и вот в одессе там были там до никогда там типа 13 новых случаев в день но это как это вообще минимум и у меня вот есть друг который работает на скорой помощи знакомые там по больницам и там известно что закрывались к видное отделение потому что нет нагрузки примеру там еврейской больнице уже было два к видных отделения осталось одно второе законсервировали в пятой больнице которого тут рядом в парке шевченко тоже один этаж полностью закрыли потому что просто не было куда и туда ложить то есть типа люди уже так расслабились и казалось что уже ну все окей сейчас еще придет вакцина и уже как-то пойдет все в ну в обратную нормальную сторону но нет и вот буквально какой-то ну просто вот мне в других регионах там закарпатье там черновицкая область там какая-то такая взрывообразный скачок то есть вот там вы знаете уже сейчас мобильный госпиталь вот этот в карпатии установили и так далее а у нас она так по чуть-чуть по чуть-чуть и сейчас добровольца 757 по моему сегодня случаев ну вот утренняя сводка что да да внутрил это по моему рекорд у нас суточной заболеваемости у меня несколько знакомых заболели я вот кстати это хороший показатель на правда у меня много знакомых поэтому наверное я тут не показательный человек но когда я вижу что среди моих знакомых начинают заболевать то я понимаю что но эти цифры они совпадают с реальностью вот вы кстати от наша коллега но мне кажется она сделала вакцину но все равно заболела вакцина начинает действовать через две-три недели минимум причем это это первый укол еще нужен второй укол это эффективность и и там непонятно 60 до 90 процентов но я видел данные по израилю там там во первых вакцина очень хорошая у которой эффективность там сколько 93 процента до файзер и там все равно люди с вакциной заболевали и умирали но намного меньше то есть вакцина сильно уменьшает вероятность тяжелого течения и смерти кстати хорошо что ты вспомнил про эффективность но вот это астрозенека который в том числе и ты привился она же там говорят вроде около 60 процентов всего лишь дает я видел разные цифры от 63 до 90 честно говоря непонятно чему верить да ну просто сейчас есть новости что разные европейские страны одна за одной отказываются от этой вакцины якобы там какие-то нашли побочки там что там они какой-то тромбы вызывают в крови и так далее но не верю в это потому что эта вакцина она сделана по стандартной методике берется вирус шимпанзе аденовирус шимпанзе в нем добавляется ген вот этого шипа на который который у коронавируса и все и просто это обычный вирус он но вирус не может вызывать тромбы это чушь ну я не знаю может это какие-нибудь корпоративные войны между конкурентами эта технология она уже отработана старая в принципе даже российская вакцина сделана по точно такой же технологии только они использовали другой вирус как носитель а вот файзер и модерна это классно да ты рассказывал что там генномодифицированные в общем эти чипы будущего даже генномодифицированные но чуть попали такая устаревшая технология ладно хочу с тобой отойти от всяких этих нанотехнологий к более таким насущным одесским вопросам вот второе что с тобой обсуждать вакцины и урбанистику давай перейдем без обид но мне интересно на самом деле с тобой всегда об этом говори давай поговорим про урбанистику вот на самом деле для меня такой есть вот вопрос ну риторически возможно ты мне на днях вот скидывал ссылку которую я смотрел о том что в одессе проходит какой-то конкурс там о безбарьерной среде что там люди должны пройтись по центру города там будут определенные маршруты они должны на этих маршрутах отметить все препятствия для людей с инвалидностью там немало мобильных групп населения в общем где они могут пройти где они не могут пойти и этот конкурс я там читал он выиграл какой-то европейский грант там какой-то хакатон в общем прекрасно это замечательно но у меня вопрос просто как бы я уже работал в журналистике там больше десяти лет и я таких новостей про подобные разные инициативы уже на свое время написал очень много или хотя бы просто их видел или слышал и как коррелируется количество отмеченных где-то на google maps и проблем на улицах с их реальным решением потому что мне кажется что европейские гранты могут офигенно осваиваться такими штуками но вот как мы видим вот одессу вот с ямами прям вот за этим окном так мы ее и будем видеть где вот это вот я польза от этих проектов в том что европейские деньги попадают в экономику украины это хорошо но у меня вообще сложилось такое впечатление вот как у депутата что многие люди уверены что мы вот и депутаты и чиновники мэрии вообще не знаем о проблемах города мне там пишут вы представляете у нас разбитый тротуар и такой да вы что как будто бы я вот не живу в одессе не вижу этого или там у нас дома рушится вот я вот сижу значит дома там пью чай и не знаю об этом они мне сообщили я сейчас побегу быстренько сделаю дома перестанут рушится удивительное представление вообще одну там о депутатах и чиновниках на самом деле хотелось бы конечно все это привести в порядок я кстати у каждого депутата свой депутатский фонд вот это был следующий вопрос но давай до 3 миллиона гривен да 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 и я большую часть из этого депутатского фонда потрачу на как раз создание пандусов но тоже это как я думал о сейчас сделала значит там по 5 тысяч гривен что там его сделать несколько сотен по всему городу все увидят будет классно станет реально удобнее не все так просто оказалось расскажи вот поподробнее об этом в чем где подводные камни насчитали там 25 30 тысяч за один его площадь 12 квадратных метров и им тяжело там ездить по разным точкам то есть желательно подобрать какие-то адреса рядом но мы выбрали мы выбрали нет кто тебе подсчитал скорее всего или укс или уже кх то есть они объявят тендер я дам им адреса укажу примерный бюджет и и дам им тендер а бюджет я узнавал у строителей которые этим занимаются но а вопрос можно глупо а ты не можешь просто какой депутат взять эти деньги и сам это все реализовать или а там типа непозволительное такое что давать в руки деньги депутатам это было бы очень не благоразумно не ну то есть у тебя есть вариант только эти деньги провести через городские структуры для реализации чего-то там и дайду это очень хорошо что так я не хочу никакого отношения иметь деньгам ничего этого касаться зачем мне это нужно и это правильно это точно так же как общественный бюджет на общественный бюджет или одесситы подавали подают проекты которые мэрия может делать сама по себе резервированы деньги которые будут потрачены здесь точно то же самое только без вместо голосования одесситов депутаты сами предлагать что взят только капитальные какие-то изменения в городе то есть физическое что-то хочу спросить у тебя про пандусы вообще как тысяч ну и понятно что наверное ты раз выбрал их ставить значит у тебя есть какая-то идея что панта за это хорошо но просто вот почему панту за это хорошо потому что я там не могу там именоваться урбанистом никогда в такую роль на себя не брал но там иногда там читал того же варламова например и подобные там всякие же жешечки в которых люди постоянно всякими плохими словами отзывались о пандусах и говорили ну в том числе то есть разные виды пандусов будем говорить и ты ну то есть как тебе сказать они могут портить городскую среду как мне кажется уличную своей там разной странной архитектурой ну ты знаешь вот например идешь ты где-то и может идти пандус в аптеку длиной 20 метров который будет вот так вылазить почти на весь тротуар просто потому что там какой-то угол который нужно было соблюсти чтобы он был не вот такой а бывают и вот такие пандусы там под 60 градусов а бывают у которых 15 градусов типа нормально но для того чтобы его сделать его при пришлось сделать 20-ти метровой длины и вопрос кто этим пандусом будет пользоваться ну возможно какой-то один инвалид там не дай бог не дай бог я не знаю когда-то один раз под нему поднимется но этот пандус будет стать мертвым грузом как мне кажется бывают просто какие-то извиняюсь ублюдские пандусы я вот видел к пару лет назад была прикольная ну такая странная скорее всего история где-то по-моему на перецепи живет ребенок колясочник у него во дворе ну даже не второй этаж а вот так типа полметра высоты входная дверь какие-то ступеньки идут в его квартиру и он страдал там не могли его нормально вывозить и просили 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 чиновников результат чиновники сделали ему такой царь пандус вот таким вот идущий серпантином через пять поворотов который идет через весь этот маленький двор но типа по факту ребенок может по нему по этот проехать но что это зачем это короче видишь у меня очень много вопросов к пандусом и пожалуйста ответь хотя бы на несколько из них насколько пандус это оправдано в каких ситуациях это оправдано и как сделать так чтобы пандус не остался каким-то мертвым грузом вот вот но конкретно я за свой депутатский фонд буду делать пандусы которые спуски на зебры то есть только тротуары и зебры никакие там не аптеки не парадные то есть то что такое полностью общественное вообще и кстати варламов тоже это говорит какого черта строят дома так что в первый этаж нужно подниматься по ступеньке ну что это за бред почему не делать чтобы было в раме с тротуаром ты открыл дверь и заходишь и никакой пандус то не нужен и он не занимает место и ты не выдумываешь вот эту всю историю у меня один знакомый не буду говорить кто помогал там своей жене и для того чтобы получить эту сертификацию он он наварил две такие железные рельсы на крылечке к ней а когда сертификацию прошел их убрал на потому что сертификация ну вот и ему нужно было получить разрешение там на работу бизнеса обязательно должен быть пандус то есть это как-то предусмотрено да конечно и почему у нас до сих пор есть куча всяких мест где их в общем типа есть магазина пандуса нет ну должен быть значит и они как-то порешали вопросы очевидно но это вопросы же к архитекторам и чтобы перестали строить дома вне вровень с тротуаром и тогда не надо меня вообще бесит эти все крылечки которые занимают иногда половину тротуара и неразумное использование там уже не сделаешь не велодорожку ненормально не пройти потому что вот наделали себе люди крылечек но с этим явно мы будем разбираться не скоро на самом деле это я уверен что это регламентировано но нету такой какой-то руки которая начнет наводить в этом порядке говорить ребятам нет нельзя вот сейчас у меня пример я не помню обсуждали ли мы это просто раз военный спуск маяковского свой захватом тротуара обсуждали но можем еще раз внушать тема отличная как раз сегодня там был посмотрел ничего не изменилось все также захвачен тротуар оставлено вот столько люди пешеходом и мы должны проявить силу и показать что нельзя плевать на людей а как ну вот там же бывает уж сам говорил что там они им выписали штраф там тысячу гривен это полиция выписала штраф а у нас есть спеца по благоустройству у нас есть управление архитектурой это полиция она и выписала штраф не за захват тротуара за то что они там сделали парковку не согласовав с ними на дороге ну и это да нарушение хоть сегодня наш коллега написал такой достаточно личный скажем так материал о том как у него недавно умерла собака и он ее хоронил и о том что в городе нет ни одна его там регламентированного официального как ни назови в общем место для захоронения домашних животных ну в общем просто нет кладбище для домашних животных хотя об этом говорится уже в горсовете там порядка десяти лет не меньше там года 2010 и ну в общем там обращались в горсовет департамент экологии за это отвечает потому что трупы животных они относятся типа биологическим отходом и официально хоть их хоронят там на каждой колумбии там пойди в преображенский парк там прям или вот в аэропорт возле аэропорта там вот это тоже такая посадочка аэропортовский какой-то там сквер или как он называется там тоже куча этих могил ну короче их все хоронят не все на это закрывают глаза но типа официально их нельзя хоронить потому что мол они могут быть опасны для окружающих суть в чем суть в том что мне кажется здесь просто тоже нужен какой-то политический момент потому что я вот просто самое может быть не самая может справедливая новое но вот она мне которая возникла в голове почему там госпожа куценко ясинович смогла оттяпать кусок 411 батареи где на самом деле это тоже парковая зона и не так-то просто ты ее можешь оттяпать и куча всяких там экологов и не знаю там разных ведомств тебе скажут что ты не прав вот этом просто делаешь вот это собачий вот этот доктаун для на котором я вообще не знаю хоть кто-то его посещает не нашим каждом просто закрыт то есть посещает но там главная проблема в том что это частные да 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 это проект общественного бюджета который сделан за общественные деньги но который перешел потом в конечном счете в частные руки да это неправильно то есть если бы за бюджетный счет построить общественную площадку для дрессировки собак то в принципе если парк большой то ничего страшного чтобы это было даже в парке в какой-то отдельной зоне это нормально вот не нормально что она часто вопрос в том почему один человек может вот что-то подобное сделать там типа тоже во славу собачек ну как бы живых только а другой человек не может сделать что-то не менее там ну в принципе схема похожа ну то есть что-то подобное только типов а для умерших собачек в другом парке где-нибудь например не знаю просто ну уже преображенский у нас там пытаются как-то причухать последнее время уже кстати на эту сессию даже вынесен проект признание там границ да 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 ну не знаю вот там в районе аэропорта где угодно просто они хотят вообще еще 10 лет назад и была концепция делать это на шестом километре а видеобольской дороги плохое место внуши там вот в тридцать седьмом году расстреливали людей и как-то там сейчас ну типа не надо вот это все смешивать просто где-то сделать такую территорию для захоронения я видел похожую похожее кладбище в стокгольме тоже причем в парке ездил брал в аренду велосипед ездил такой полуостров и наткнулся на такое кладбище ну это нужно людям люди платят налоги поэтому очевидно что это нужно сделать это что ты говоришь что есть какие-то места где это уже происходит есть такой принцип архитектуре если люди протоптали где-то дорожку то нужно ее там легализовать они ставить забор чтобы нельзя было то есть им там нужно разрешить это делать они и как-то это сделать официально может быть еще и плюс на этом чтобы город немножко заработал чем пытаться как-то с этим бороться но я честно грелат не слышал никогда про такие обсуждения ну вот я просто тоже просто иногда есть какие-то проблемы о которых ты не думаешь но они где-то существуют но просто они даже не вот не в твоем пространстве потом ты такой когда внезапно эта проблема всплывает или у кого-то из твоих знакомых только думаешь так это действительно проблема вот у меня вот именно с этой вот собачьими вот этими всеми паха похоронами сегодня целый день об этом думал в общем наказ наказ депутату городского совета про пробейте там собакам место для вечного упокоения кредит кредит четвертый кредит хотят брать непонятно пока насколько но слухи ходят упорные ну как бы у нас мы уже должны порядка там трех миллиардов трех с половиной и вот в общем зачем нам еще четвертый скажет вообще как депутат зачем будешь ли ты голосовать если такое вынесут на курсове австракт звучит для того чтобы голосовать мне нужно знать условия залог например я помню что один из кредитов предыдущих брался без залога под государственной гарантии и так конечно с удовольствием мы помним все во времена гурвица когда залогом выступали здание в центре города и вот мы кредит почему-то не смогли выплатить издание уплыли тому кто нам дал кредит и это как за такое конечно точно голосовать не буду можно сразу говорить в бюджете проблемы очень мало денег и ни на что не хватит и в этом году явно мы не ждем прироста бюджета особенно если сейчас будет еще опять проблема с коронавирусом а судя по всему она будет но в целом вот глобально абстрактная не против кредитов как таковых потому что вот например мы берем кредит на европейского инвестиционного банка на безопасность дорожного движения уже четвертый год мы его берем как вот юмористическом шоу там где уже в течение 200 серий падает самолет может в течение четырех лет берем кредит со никак не возьмем и этот кредит по два процента на самом деле в евро но инфляция будет больше то есть по большому счету и он на 20 лет то есть мы за 20 лет отдадим денег меньше чем должны были бы одну с нормальной ставкой чем и чем эти деньги стоят фактически и это классный кредит его нужно брать почему если мы можем сейчас сделать что-то в городе полезное что косвенно но будет приносить городу прибыль то точно нужно брать кредит если мы понимаем как мы его вернем то точно нужно брать если это кредит под раздачу денег кому-либо я не знаю то такое нельзя брать если допустим не зато мусороперерабатывающий завод вот он там тоже великая мечта там последних 30 лет словно говоря он там стоит к примеру там 100 миллионов долларов цифры просто от балды и он будет приносить 10 миллионов долларов в год прибыли нужно ли брать деньги на него на кредит конечно нужно это очевидно потому что там через 11 лет он себя купит а нужно ли брать на него деньги кредит если он вообще не будет никого приносить прибыли не нужно вот и все и неважно даже какая ста ты говоришь очень мало денег бюджете объясни пожалуйста просто ну как бы мне известно что последние годы наш бюджет наоборот раздувается из-за вот этой всей истории с децентрализации централизации да спасибо как бы наш бюджет сильно подрос и там совсем не те деньги которые были пять лет назад почему нас их по прямым по-прежнему не хватает ну типа аппетиты растут во время еды или как это объясняет если она например у нас на дороге 300 миллионов в этом году выделено это вообще ничего при том что они я просто приведу пример а мужа это тоже обсуждали вспомнил 91 миллион гривен на 170 метров преображенской ну вот все уже треть ушла на на один маленький кусочек что тут еще сделаешь ну и плюс они там еще набрали сейчас добавляют межквартальные проезда несколько адресов и мы вот все наша фракция такой чуть ли не ультиматум ставит чтобы до начали ремонт улицы шатару ставили и вроде бы там что-то начнут делать но на него тоже нужно миллионов 50 их явно из вас там дом скажи нет но это кстати хорошее место потому что она связит водопроводную вот эту косовскую и туда дальше бреуса кредиты еще раз ну просто когда-то мы взяли первый кредит потом мы взяли 2 там 3 4 не стала ли мне тоже каким-то просто таким круговоротом когда ты берешь следующий кредит чтобы частично погасить при ну то есть короче не катимся ли мы в ад вот совсем вот этим вот для того чтобы ответить на этот вопрос есть министерство финансов которое утверждает все кредиты и есть такое понятие долговая нагрузка на бюджет и они не не разрешат нам выдать кредит больше чем мы можем себе позволить выплачивать проценты мы в принципе довольно близки к этому лимиту то есть максимум еще там 4 миллиарда примерно для одессы потому что у нас бюджет развития 2 миллиарда вот пока да мы брали прошлый кредит там говорят что у нас там типа три с копейками уже ну вот пример мы взяли за кредит купили 48 новых троллейбусов которые мы должны за 20 лет выплатить это правильно да это правильно очевидно то есть сейчас благодаря этим троллейбусом и хотя бы часть людей ездит на них ну вот просто вот вот этот новый гипотетический кредит там среди его от перечня того что за него могут реализовать есть вещи которые пытались реализовать еще за прошлый кредит например новая школа на поселке котовского это отличное дело на ее там в били какие-то пару сваи выкопали котлован еще года два назад и говорили что вот мы и устроим за кредитные деньги в результате там ничего нет причем там насколько я помню мы писали об этом сейчас уже так там к это фирма с очень сомнительной репутацией катастрофный тендер завышенная стоимость и так далее не бутарая по стоимости школа в украине да 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 то вот точно спасибо что добавил и в результате как бы ну и ничего то есть мне кажется мы еще не потрачены а нам нужно еще хотя бы построить школу на альтаире и это тоже там миллионов триста ну хорошо будем ну то есть и вот за такие вещи например на школу я бы взял кредит хорошо я даже не знаю ну я понимаю что все произносится в сравнении но мы сейчас у нас сейчас такой идет провальный один-два года но мы берем взяли бы этот кредит я не знаю откуда у вас информация что вообще может быть исходя из того что следующие годы будут уже хорошие после вакцинации или после не дай бог просто коллективного иммунитета естественным путем на все это должно закончиться когда-то и должен возобновиться рост экономики ну иначе смысла нет будем надеемся просто я когда слышу рост экономики для меня всегда это так гипотетину дай бог одним словом даже не знаем пора заканчивать поэтому я просто многоначительно скажу дай бог и посмотрим пётр обухов депутат горсовета николай ковенко выпускающий редактор думской котик наш третий соучастник и главный диванный аналитик давайте еще через недельку посмотрите может котик будет всем пока пока